Пошел драфт. Я свои прогнозы сделаю. Мне кажется, остаться может УВП Бэйн и, безусловно, может появиться апаемый несколько патчей подряд Варлок, которого запали. Пару слов о драфте команды Бэйн, который был на квалификациях. Что они часто брали из героев, которых практически не тронули? Джиггернаута и Тролля. Из героев, которых сильно порезали, это Тинни, Террор Блейд и Таск. Но самый главный герой, я его не вижу в бане на данный момент, это Визаж. Они его брали постоянно, и винрейт у них очень хороший. Удивительно, что его до сих пор нет. И, возможно, как раз Пейн Гейминг этого героя и заберут. Но перед тем, как мы продолжим наблюдать за драфтами, обсуждать, что же будут команды брать, я хочу напомнить и рассказать нашему зрителям, что генеральным партнером турнира Epicenter XL является мобильный оператор Yota. Вот так. И большое им спасибо за то, что поддерживают этот турнир, и благодаря им он стал возможным. А вот и Визаж, Байвиха. Тут еще, знаешь, какой вопрос против Virtus.pro? Вообще о Virtus.pro. Их один из самых сигнатурных персонажей, с кем они выигрывали очень многие матчи, как раз-таки, там, Best of 3 матчи на неожиданности брали карты. Это Брудмазер. Да. Вот. Это герой, который, на самом деле, под большим вопросом. Вот стоит ли убрать, не стоит ли убрать, как на нем там Рамзе сейчас на этой новой бруде с этими новыми пауками будет играть. Нага Сирена, которая режет броню против пауков, у которых нет брони, они там будут лопаться вообще от всего, чего только можно. Bristol Black тот же с физуроном, как против этих пауков заходит, ты можешь, мне кажется, в соло ставить, и Bristol Black там при получении четвертого левела уже со вторыми шипами, он просто пауки ничего не делает. Или Химик. Да, это просто, если Брудмазер собирает медальку, ты просто тоже первым этном собираешь медальку. И чтобы тебе не резал армор, и все, ты против. Ну да, Химик такое. Химик, мне кажется, тучка все-таки с большим кулдауном, долговато убивает, пауки на большом успиде просто за этой тучей выбегут, и никто там не умрет. А Bristol Black ты его фукусить не можешь. Да, пожалуй, ты прав. Ты не можешь его выгнать с МИДа. Если ты его будешь бить, он спиной развернется, и все твои пауки умрут просто. Сларда, который был также немножко заапан в последних патчах, но не конкретно в последнем, а в нескольких, очень быстро бегает по речке, не получает дополнительный урон, бесплатный спринт, отличная инфест-бомба с лайфстиллером. Но лайфстиллеру уже будет не так, чтобы уж очень сладко. Все-таки Нага Сирена. Ну и, конечно же, коронный визаж. Я не знаю, почему Virtus.pro не забанили, я уверен, что они знали о том, что это короночка. Возможно, они решили сразу против этого соперника показать, кто в доме хозяин. Сказать, у вас коронный визаж? Ну давайте. Мы вам сейчас объясним, что это все равно плохо против нас. Мы все равно вас сделаем. Ну, если так. Энигма в бане, кстати, очередная сигнатурка, но, видимо, Энигма слишком силен и слишком сильный геймчейнджер, который может изменить слишком много, поэтому... Ну и плюс комбинация под Нагу Сирену. Рисковать ни к чему. Пейн уже играли с этим персонажем, Virtus.pro знают, решили отправить в бан. Сейчас себе, мне кажется, героя подбирают, потому что все-таки есть Лордар уже, есть Лайфстиллер. Кто подбирает себя? Леша, Леша Солова. Алексей Березин. Ну да, героя нужно выбрать. То есть он раскрыл уже первую позицию, раскрыл, скорее всего, эту четверочку. И сейчас нужно пятерку, чтобы не показывать ни у флейнера. Ну что, Дизрик может? Ну вот, Леон, Леон. Красава, красава появляется. У нас, да, Леон, герой как раз тоже в моду вошел в последнее время очень сильно. Бестмастер. Это очередная сигнатурка, я почему-то его не записал. Не знаю почему, но я вспоминаю, что он постоянно брался, тем более апниками Номикона. Сколько там у них кулдаун был? 50. Ой, то есть жили... Кулдауну их 90. Жили они раньше 50, сейчас 60, по-моему. На 10 секунд их добавили. Совершенно верно. Ну, эти Некра сейчас будут неплохо. И Вайпер. Ну, Вайпер, Леон, как были, так и остались. Довольно сильные персонажи, особенно если говорить про Леона. Поэтому ВП решили его взять. Интересно, как Бестмастер будет себя чувствовать в ситуации, когда нельзя будет сделать этот отвод. Но мне кажется, Бест плюс какой-то герой, допустим, Нага Сирена на линии, это довольно сильная линия. Оба героя бронированы, оба героя больно раздают. К тому же комбинация минус армор от Наги плюс топоры кусается. Их трудно оттуда выгнать. Вот как раз таки о чем я говорил. Что вот если эти два героя придут, ты Леоном и Ластиллером, ну ты их просто пробить не можешь вначале. У Леона нет дэмэджа, ни магического никого вначале, да? Там возьмешь МПЛ на 80 дэмэджа, и кто там Ластиллера будет кусать? Леон бить по 27 дэмэджа с руки против как раз армированной Наги, армированного Бестмастера, это то, что нужно. Именно вот эти два персонажа очень классно зайдут. Даже Трипла с ними не особо справится, мне кажется. Они просто реально будут ресурсы убивать, 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 харасить, харасить, харасить. Рептайт, топоры, рептайт, топоры. Манга исчезла, регена особо нету. Выбивать реген проще. Мучить вражескую легкую линию, вражескую керри очень проще стало. Дазл, которого чуть, я бы сказал, исправили, там скорее фиксы, чем какой-то баланс. Не фиксы в плане того, что сделали хуже, а фиксы в плане правильной работы. Ну и еще немного физического урона. Если посмотреть, минус броня Наги, визаж в основном физика, но магия тоже есть. Бестмастер в основном физика, куча сумонов, броня Дазла, хил Дазла. Грейв самое главное. Грейв, который нечем пробивать. Против инфест бомбы очень классно будет работать, если будет какой-то фокус. Если будет Леон врываться или инфест бомба будет врываться, и попытаться будут фокусить как раз этот персонаж. Берст есть, да, берст есть фингеры. И вот сразу моментально ты бросаешь Грейв, и после этого идет обратная комбинация. Потом Слип просто, Слип. Если Дазл реагирует, потом Слип. И ты меняешь полностью всю стратегию, и еще Вифа будет на Слип работать. Нужна какая-то затычка и для Дазла, и для Наги. Может быть Сайленсер, но я не уверен, зайдет ли он. Его подняли, но скорее как с суппорта. Но Виртуз Про нужен герой. Честно говоря, непонятно, потому что Слардар может пойти в сложную. Им либо четверка нужна, либо тройка, либо даже мид, если вайпера они отправят каким-то образом в харду. Но скорее мид. Я думаю, что ВП оставили мид себе на ласт пик. Это наиболее логично. Сейчас посмотрим, кого заберут Пейны. ВП оставили мид. Или оффлейн. Я даже не знаю, как они поставят здесь линии. Но они дефолтно будут играть. Вайпер мид? Вайпер мид, конечно. Вайпер мид. В таком случае оффлейн остается. Ластилер легкий. Оффлейн, да. Вот как раз Пейн тоже думает, что это оффлейн. И забанли это у Дарксира. Который вполне возможно мог появиться. Плюс Слардар комбинация опять та же самая. Мне не покидает ощущение, что Слардар может стать тройкой. Может стать тройкой. Но есть более полезные персонажи. Ну что же, я так понимаю, решают насчет героя Вихи. Он там советовал с капитаном команды Пейн. По поводу последнего персонажа, которого стоит забрать в этом драфте. И у нас появляется Рарблейд. Вот так. Интересненько. Мне очень нравится пик на самом деле Пейн. Очень нравится. Виха будет играть на визаже. Как я понимаю. Виха на визаже мид. Он играет в миде. Там куча хайлайтов есть этих отборочных. Как он там на лоу хп бегает от всей команды. Делает ремпашки. На самом деле, это очень серьезная комбинация от Пейнов. Очень серьезная. И вроде ничего такого нету, да? Но вот именно вот эта вся, извините за слово, помойка. Которые вот эти минус арморы, хилы, станы по БКБ и так далее. Это будет очень сильно решать. На самом деле, я на Пейнов поставлю. Почему-то в этой встрече. У нас заезжает последним пиком Морф. И на этом драфты заканчиваются. Ну что же. У нас сегодня, я напоминаю всем нашим зрителям, что единственный матч игрового дня это Virtus.pro против Pain. После этой игры никаких противостояний больше не будет. И я хочу сказать нашим зрителям, что помогает сохранять энергию в этом сумасшедшем рабочем графике нам, конечно же, энергетики Black Monster. Спасибо им большое за это. Ну что же. Приступаем к просмотру первой карты Virtus.pro против Pain. Комментирует Вилат и таинственный гость. С момента большого взрыва люди стремились играть. Ну вот смотри, есть руки? Ну, собственно, и всё. Не клешня жирак. Можно шпилить. И понеслась. Геракл, упадавые спортивные симуляторы. Цезарь Гаммл в стратегии. Пушкин мечтал ставить хэдшоты. Эйнштейн зависал на аркадах. Ну а потом поехали с симуляторой космоса. Пора вписать свой ник в историю. Ты создан, чтобы тащить. Давным-давно этот самый таинственный гость вам уже известен. Собственно, на Твиче в подписи вы уже знали еще минут 10 назад, что к нам присоединиться сегодня на эту игру Илья. Спасибо, во-первых, что пришел. Ну и твое мнение по пикам сразу. Ну, мне на самом деле больше нравится пик Pain. Мы с тобой это обсуждали. Что, наверное, получше был бы какой-то ПЛ вместо Тераблэйда. Но, в принципе, Тераблэйд тоже неплохой. Герои под Дазл. Ну, в принципе, у них прикольная видится какая-то задумка, идея. То есть определенная стратегия. И видно, как они будут заканчивать игру. Там, заходить на хайграунд. Ну, как они будут выигрывать. У ВП на Иксхарде. Ну, то есть непонятно. Ну, вот опять-таки то, чем у Рил Волма и Шторм. Интересно. Как бы, да, мы знаем, что играет Pain и Визажом. Играет много. Мы знаем, что Pain и играет Бестмастером и так далее. ВП этого всего не банят. То есть они просто отдают это. Визаж не страшный герой? Ты, как человек, который на Визаже сыграл 25 миллионов игр. Ну, он достаточно сильный на самом деле. И вот в этом лайнапе он может порезать людей на самом деле. Ну, Вайпер, Найк, Свардар. Герои ничего не делают в Визаже. Да, понятное дело, Virtus.pro команда, которая уровнем сильнее. Это факт. Это бесспорный абсолютно факт. Но Pain Gaming, в принципе, мы уже понимаем, что взяли героев для себя. Очень хороших, очень качественных. Я, конечно, немножко опять-таки тут соглашусь с тобой, что есть сомнения в Terror Blade. Terror Blade сегодня ночью немножечко подрезали. Я бы даже сказал, не немножечко подрезали. Потому что там и стартовая регенерация у него уменьшена, и Reflection сейчас не так хорошо работает. И Сандер. Проблемы здесь будут у Соло. Цепляет его Виха. Ну, и тут, наверное, Соло надо убивать. Есть еще и сеточка. Ну, и тут вопрос только в том, кто заберет этот фраг. Забирает его Виха. 1-0 в пользу Pain Gaming. Поймали Соло. Поставили вард бразильцы. И будут отсюда убегать. Мне кажется, что Нага могла вкачать все-таки третьи скиллы. Они бы также убили. И тогда на лейнинге эта Нага хоть что-то делала. Вот так у него сетка. И он по факту бесполезен до второго. Он не создает никакого давления. Ну, он может только вот, ну, скаутить. Ну, да. Вот так вот бегать просто за Рамзесом. То, что здесь остается KingRD, Роджер уже это понимает. Дастер тоже здесь. Понимает Virtus.Pro, что триплав сложный будет с ними, скорее всего, стоять. Триплав сложный против триплы Virtus.Pro у нас получается. Такая старовецкая игра. Он, конечно, народ. Вот ты посмотри, сетка. Вот это и лишь сетку не надо, а. Вот он, вот он уровень. Четыре. Пять ударов. Ничего себе. Ну, нормально. Сейчас Роджера выбьют Тангусик. Еще и Дазл с хилом. Вот это... Как ты вообще относишься к Дазл с хилом, на первом? Не очень, если честно. Смотри, там Леха сейчас делает свои мутки, которые он делает в каждой игре. Да. Вот видим между первым и вторым тавером. Покажите, пожалуйста. Выбегает Леха и зарабатывает деньги для своей команды. В каждой. Причем на Леоне он это постоянно делает. Причем, когда он берет Леон, это первое место, куда надо смотреть. Потому что он на пилки вообще всегда... Да, так еще делали анализ, что всегда стоит вард между дворами. Если Леха убил Курьера, то стоит вард. Ну, нет, не все так просто. Тяжело об этом помнить всегда. Да. На топе Морфлинг на данный момент мы видим против Бестмастера. Но, скорее всего, надолго так не останется. Да, Кингерде уже здесь. Опять-таки пытаются, пытаются со всех сторон зажимать как-то этого Рамзеса. Не давать ему фармить. Соло уже здесь, Роджер тоже рядом. Таво. Могут быть проблемы. Есть подкоп. Роджер подбегает. Ну, даст стан. Понятное дело, далеко он не побежит дальше давить. Против триплы вообще Рамзесу комфортненько будет здесь стоять? Ты как считаешь? Он уже изначально вниз пришел, и они свапнулись. И он пришел на хард. Ну, опять, я имею в виду, свапаться ли дальше или оставаться стоять против триплы? Ну, у него нет аутов. Всегда за ним будет бегать Тананага. Поэтому нужно либо втроем стоять, либо... Ну, в принципе, вот то, что сейчас происходит, это устраивает в целом. А в миде у нас спокойно пока все. Виха стоит. Виха на этом герое, опять-таки, отыграл очень много игр. Было бы интересно даже статистику сравнения увидеть, у кого в мире больше всех игр на визаже сыграно. Ты на каком месте, как думаешь? У меня не так много. Здесь нападение на Нагу. Так, топоры. Скорее всего, выживет. Ну, нет маны сейчас у Роджера на очередной станке. ГРД прячется, кушает еще Тангус. И нормально он отригенится. Ну, тут остается еще Тава погонять немножечко. Ну, Соло, конечно, с Роджером создают здесь экшен. Но самое главное, это спейс-креатинг для Рамзеса. Рамзес стоит спокойно, бьет крипов. Это, наверное, самое важное в данный момент. Попытались Пейн как-то напрячь первую позицию команды Виртуз Пром. Не получилось у них это сделать. Можно, наверное, уже констатировать этот факт. Ну, и Паша пошел кушать дальше. Смотрим. Проблемы у Тава. Тава. Топоры вперед перед себя. Тава проседает очень сильно. Но вот это вот очень плохо. Вот это очень плохо. То, что мало того, что не остановили Рамзеса, еще дают заработать фраг. Прикол в том, что он видел, он знал, зачем он подставляется так. Ну, то есть, только что эти два саппорта бегали, били нагу, которая стояла там в экране от этого. Ну, да. Вот. Так, ну вот он, рефлекшн, видели вы только что. Как только спадает дебаф в слово, сразу же пропадает иллюзия. Так теперь работает рефлекшн. Очень неприятный, как по мне, фикс для Террор Блейда. Надо, конечно, спрашивать, наверное, у тех, кто уже поиграл на Террор Блейде в новом патче, как оно решает или не решает. Но, в первую очередь, там, в мид-гейме. Ну, по-моему, это довольно самое важное, то, что ему поменяли. Не забываем, конечно, еще про Сандер, но вот рефлекшн пострашнее будет. Так, нунчик линию выигрывает. Нунчик линию выигрывает, выигрывает ее в салат. 18 на 7 против 5-1 сейчас у Нуана. Ничего не может сделать Виха. И это, конечно, неприятно. Соло подставился, забирает фраг Папара Метава. Ну, и вот есть первый фраг на линии от команды по им-геймингу. Кстати, нас вот только что недавно выбирали на Экса. Сейчас почти во всех играх будут вот такие вот странные закупы, казалось бы, где куча мангусов, допустим, на Экса там вот, видишь, вот такой вот закуп. Ну, а почему бы и нет? И причем это в каждой игре происходит, на всех героях. На корах, не корах, хардеры. Просто мангусы и реген. Вот. А почему? Так, так, смотрим на топпером. ЗС и есть фраг все-таки. Тава опять один здесь остался. Переоценивает свои шансы немножечко. Первое впечатление, которое было после выхода патча, типа, о, манга, там, убрали его с рецепта Мэджик Вонда. И теперь манга никто не будет брать, бла-бла-бла. Но, я так понимаю, не особо это роляет. Да, ой, у Вихи тут огромные проблемы. Пытается он что-то сделать. Постреливает дальше по нему. Ну, а ну, и тэп-аут. Это единственный шанс. Хватит ли дэмэджа? На базе умирает Вихи, хватает дэмэджа. Последний выстрел Нунчика добивает мидера команды соперника. Ну, и я уже не знаю, как он здесь будет возвращаться. 23-12, 35 крипов против 6-2, против 8-ми. В 6 раз крипсат получше. Роджер пытался загнать здесь нагу, не получилось у него. Тотальное, конечно, преимущество в миде. Все очень плохо. Хватит ли он пешком идет со своим маленьким МСом в мид. Здесь нага... Ну, надо ее убить, наверное, нет? Соло. Соло. Да, Роджер разгоняется. Да, вот ты по такому началу и уже не скажешь, что к чему и как. И как тут Пейнгейминг дальше играть. То есть, морфа они не смогли загнобить. Но единственное, что у них хорошо, да, у Трррррблейды все хорошо. Паша тут стоит, страдает. Ну, это же оффлейн все-таки. У Паши вообще 4 крипа убитых. На самом деле, Пейны здесь очень плохо расставили линии. Учитывая, что когда они взяли визажа, то есть, ты понимаешь, что этот герой, он... Почти любому герою проигрывает мид. Мы видим, что сейчас происходит с крипстатами. То есть, ему по-хорошему какая-то минимальная помощь. То есть, если бы они поставили там дабл с Тррррблейдом и в миде дабл с визажом, тогда было бы хоть немножко полегче. А так мы видим, что 6 крипов, четвертый уровень, там Вайпер же, наверное, седьмой. Ну да, сейчас будет. Да, у Вайпера, наверное, и Доминатор скоро будет. И тогда будет все очень плохо. На самом деле, план, наверное, был все-таки загнобить здесь Рамзеса. План не получился. В итоге на Нуана не обращали внимания, никак не помогали Вихи. Вот сейчас, кстати, они начинают в миде все больше и больше времени проводить. И один и второй саппорт. Ну, толку мало. Но вот попытаются сейчас убить Нуана. Шестого левела, посмотрим, получится ли. Нуан очень больно сейчас. Дазл хилом, конечно, пробивает. Нуан ультимейт на развороте, нужно забрать Нагу. Нуан, еще один плевочек, есть Грейв. Отбегает отсюда Нага, но Нуана втроем забрать не смогли. Нуан отбежал на свой хайграунд. Тем временем на других линиях могут себе спокойненько активничать игроки команды Virtus.Pro. Так, KingRD, все-таки оказывается он там, где не надо. Грейва на этот раз нет. И фраг еще один для Нуана. Как-то слишком просто пока выглядит это. Да, они делают грубейшие ошибки в каких-то базовых вещах. То есть, типа, ну, такое ощущение, что либо играет на отстань, либо они просто не умеют. Ну, сейчас Виха опять погибает. Его просто забейтил очень легко Нуан. Нуан, конечно, здесь еще и подерется немножечко с KingRD. Тауэр помогает бить Роджера. Ну, должен, наверное, Роджер отсюда уходить. Да, дает стан. И спокойно на Слордаре будет сдвигаться. Там есть перемещение от Дазла. Но Дазл, конечно же, его не убьет. Очень-очень классно действует Нуан в начале игры. Никто ему ничего не может сделать. Он уже понимает, что у него там чуть ли не 4 уровня преимущества. Ну, и вот единственная, у кого пока жизнь не мила у команды Virtus.pro, это Паша. Ну, я думаю, это небольшая проблема. Так, на нижнюю линию KingRD и Duster выходят, будут пытаться убить Пашу. Паша прячется под Тавр. Будет ли какой-то телепорт на Хейлп? Паша в лесах. И спокойненько оббегает Паша на Гу. Возвращается под свою вышечку. Дэнсит под Тавром. Его здесь не поймать. И еще мы видим отличный скан. Знает, что рядом есть еще один герой. Отбегает в лес. Находит этого героя. Ну, можно спокойно на других линиях. Ребята, веселиться в миде. Как же они его хейтят. Бедный Виха. Есть Дазл. Будет ли Грейп? Не успевает Дазл. Я не знаю даже, что тут добавить. Ну, очень не собрано. Все. Там уже полетело два удара и ульт. И только потом Дазл ложим от ТП. Здесь, мы видим, ТВ с формой пытается забрать Тавр. Ну, наверное, получится забрать Тавр. Да, да, да. Никто не будет Паше помогать. Вышечка падает. Ну, надо ХФН хоть как-то разгоняться. Это единственная надежда команды. Он топ-1 и Творс на данный момент на карте. Если бы Терраблейд еще и дела не пошли, было бы все вообще плохо. Так, сейчас будет стычка скорее здесь, в лесу. Отгоняет отсюда Пашу. Роджер видит Дастера. Забирает баунти руну. Ну, и Роджер дает стан. Надо, наверное, ему оттуда просто отбежать. Или он будет воевать против всех третьего левела с Лордаром. Кассеточка. Здорово. Что дальше? Стан по двоим. И еще одну баунти руну. И до свидания, ребята. Как тебе, как игроку, который на Слордаре играет много, изменения Форстафа? Сто маны. Сейчас, секунду. А. А тут ничего не будет. О, на самом деле, мы не так много игр сыграли. А вообще, в целом, если в теории так подумать, ну, да. Сегодня мы играли, и у меня мой керри нил, которого на луне не хватает ман на пику. И на вайпере тоже, и человек на луну, то есть, наверное, ощутимо, учитывая то, что у Слордара не такой большой монопул. И, в общем-то, он не собирает артефакты на интеллект, ну, разве что стики. Ну, это будет, конечно, сейчас не очень весело героям, действительно, без монопула. Посмотрим, будет ли появляться. Как по мне, это, в первую очередь, пофиксили китайские команды, которые просто... Обузят Форстафа? Да, да, которые жутко обузят Форстафы. Это очень странно, потому что не так часто IceFrog фиксит китайские команды. Но тут действительно неприятная новость для них. Так, в смоуке два саппорта команды Virtus.pro пытаются сейчас обойти, видят Дастера, Роджер. Погнался за ним, ну, и тут, наверное, никуда Дазл уже не уйдет, не успеет ни гривенуться, ничего. Рамзес, Киллингспри, 7-2 Virtus.pro, около 4 тысяч преимущества. У них тут же смоу. Это, по-моему, уже третий смоу, если я не ошибаюсь. И они сейчас Виху найдут. Они сейчас просто найдут. На него ничего не сделают. Ну, а не подтянется? Ну, он сейчас Леону убьет. Понял, Виха, ясно. ЛТП, тут же Ноуан, да, Виха должен погибать, Стан тоже под Вим залетает, еще одно ТП сюда. Да, Салгрейм на себя, Вешенкая ошибка, Кингардет тоже здесь, конечно, погибнет. Ноуан убегает, ну, и ХФН прибежал, дает рефлекшн по всем, но мы видим, спокойно Сидороджер отбегает. Ничего не это напоминает? Напоминает, напоминает, мы не будем вспоминать, что напоминает это. Как бы Ау, Раваня, она всегда присутствует в играх с Дазлами. Да, ну, ты перед эфиром тоже сказал, что, как бы, игровые комнаты, вы, собственно, видели это в трансляции, они близко друг к другу. Вот, Ванек аурой своей напрягается. Ты так, Рамзесу больно, чуть-чуть отбежал, и все хорошо, включает сейчас Морф. Не поймать здесь Рому, отбегает он спокойно. Прикол в том, что, если бы Свардар, ой, Свардар, Визаж в том моменте, он просто развернулся бы и начал убить Леона. Скорее всего, он бы убил Леона, и Вайпер просто не успел бы подойти. А так, очень глупое решение, вот, бежать на Вайпера. Ну, я вообще не понял, был день, он их видел, как бы, ну, то, что, хотя бы то, что они уже вот с лоу граунда подходят. Ну, ладно. Хотя, вот, Визаж один из таких персонажей, который, вот, ему по большому счету все равно, как у него нетворс, и как у него плохо все в миде. Но рано или поздно случается тот момент, когда он убивает кого-то героя, кого-то кора, и он сразу камбэкается жутко в игру. И со временем становится только сильнее и сильнее. Так, Роджер в троих въезжает, получает ультимейт, тот же быстро убивает Роджера, как-то самонадеянный. Он поехал, у Нувана тоже огромные проблемы, без маны Нуван. Тава за ним до конца, но тут не догнать уже Нувана, что-то я не понял задумки Virtus.pro сейчас. Соло был далековато, Роджер просто въехал на верную смерть. Соло, Соло пытается в кого-то разрядить свой фингер, подкапывает Тава, дает фингер. Соло получает уже дэмэдж, Рамзес зарабатывает этот фраг. Надо постараться добить ХФНа, ХФН. Есть проблемы у него огромные, есть Грей, ну и ХФН тут немножко еще дэмэджа понаносит. Но в живых он не должен оставаться, да, добивает его без каких-либо проблем. Дастер, успеет ли хиксануть? Нет, даже без хикса разбирается, все нормально, Хикс там был в кулдауне. Простите, викидсик уже у Нувана, минус 3. Какая-то очень странная игра ошибок, с одной и с другой стороны. И, в общем-то, ну, ты не можешь сказать, что, типа, вау, делают крутые вещи. Да нет, тут просто ошибка на ошибке. Что от одних, что от других. Вот тут, если бы не прибежал вовремя сейчас, Соло не подкопал, убил Роджера, наверное, Виха. Он его и так может убить, да, Роджер. Ну вот, вот так вот действует этот герой, на самом деле. Две ошибки Роджера подряд. Очень грубые, одна на топе. Ну, на топе как ошибка? Он просто по инерции. Ну, он видит, как бы, что против него ребята вообще кнопки не жмут. Он по инерции такой, ну, я забегу, а что они умеют сжать? И, ну, оказалось, что могут. Расслабились немножечко сейчас в АП. Вот Роджер опять в миде, четвертый уровень у него побежал Роджер. Станчик дает первый. Тут же подкопа абсолютно всем. Пропал уже Кентавр. И будут пытаться сейчас убить Соло. Соло очень много демджа получает. Будет ли еще что-то? Нет, есть слип от Кингер Дэй. Надо убежать отсюда Вихи. Но просто умирает Виха и бежит только Нага, который к тому же еще постарается, наверное, как-то догнать на спринте. Роджер поехал на хайграунд. Кингер Дэй бежит. Маны у него нет. Там команда, кстати, к нему перетягивается. Будет лепить Шрайн. Вот, да, пьет Шрайн. Не понял я зачем, для того, чтобы мана появилась. Ну, ладно. Надо было выманивать на своих. Поймали Роджера. Роджер. Роджер тупо фидит. Ну, я вот такому и не назову это. Что это такое? Да он ровнет. Я сейчас... Это стратегия такая. Не надо на Роджере сказать. Хорошо. Я очень хочу, чтобы... Я после игры обязательно спрошу. Жаль, что мы немножко не там находимся, где игроки. Но я бы реально спросил, что это сейчас было. Это было не смешно, на самом деле. Ну, посмотрим. За такое могут и наказать. Смотрим. Смотрим дальше. Подтягивается сюда. Мы видим еще один герой. King Erd. Забегает. Terror Blade. Ну, это еще один фраг на Роджере. После байбека. Добро пожаловать на Мейджор, господа. Говорят, Pain Gaming. Не все команды здесь слабые, как ни крути. Расслабились. Virtus.pro расслабился в первую очередь Роджер. Ну, и моментально. Четыре смерти подряд. Буквально за три минуты. У Слардара. Надпись о том, что Роджер выкупился. Визит у нас в левой нижней части экрана напоминает нам об этом Dota. Что, типа, блин, ребят, что-то нестандартное произошло. Но ничего страшного. Virtus.pro будет пытаться на других линиях создавать экшен. Роджер прилетает сюда. Что это? Простите, у меня просто нет других комментариев. Рамзес. Рамзес пытается что-то сделать. Сетка. Рамзес. Перекачка. Рамзес пытается убежать. Морфанулся. Ну и на развороте может убить, конечно, Дастера. Она у него есть. Есть еще шесть стиков. Тиммейты далековато. Тиммейты в другой части карты. Рамзес получает сетку. И уходит отсюда. Хороший герой. Мне... Да, тут убили Солыча. Я честно... Вы просите, я не знаю, как это комментировать. Но вот пришел No1. Наверное, единственный игрок в этой игре, который играет серьезно. No1 будет пытаться сейчас убить Дазла. Есть Грей вместе с Рамзесом. Они, конечно, Дазла убьют. Погибает он. Годлайк у Нунчика. Что происходит? На самом деле, Вова всегда... На всех турнирах абсолютно. Наверное, единственный человек, который всегда играл максимально серьезно. И максимально качественно. А то, что мы видим, то, что идет роль... Да, он просто, типа... Ну, не все же так серьезно относятся к играм, как мы с тобой, например. Нет, тут вопрос в том, что... Ладно, сейчас должны загнать все-таки KingRD. Нету здесь никого из тиммейтов. Леха ультимейт. И зарабатывает этот враг Роджер. Да. Наконец-то поймали. Наконец-то прервал вот этот свой стрихи с пяти смертей подряд за пять минут. Очень неприятных пяти смертей подряд. Ну, на пятнадцатой минуте преимущество в ВВП есть пять тысяч. Скажем честно, они могут себе это позволить. Кстати, ремайндер. В игре есть Паша. Вот он на нижней линии. Рядом с Крисола. Смотрим. Да, у него есть уже Сакрит. Наорали на Пашу. Но тут же ответочка моментальная. Это отличный бейт был. Есть Хекс. Еще на развороте. Нужно, конечно, добивать и Тава. Тава пытается как-то убежать. Брейк под ним. Никуда Тава здесь не уйдет. Ноуан из Биан Гадлайк. Дабл килл Ноуана. И тут Ноуан показывает, что, в принципе, эту игру я могу выиграть и сам. Если нужно. На топе там Роа. Извините, не Роджер. А Рамзес забирает вышечку. У Паши скоро Радианс. Ну, на самом деле, очень дурацкое нападение. Они бы убили, если бы Паша стоял один. Паша не нажал бы Рейдж. Зареспоунился Волк или Кентавр. И идеально посадить птиц. Ну, то есть, нужно, чтобы совпала куча факторов. И тогда они убили Найкса. Но они играют как бы против людей. Тоже нужно. Тем более по Таврам. Тем более, в любом случае, прилетит Леон, который будет сейвить. Ну, в общем, да. Немножко непродуманное это было нападение. Ладно, Леху в миде поймали. Двоем саппорты пытаются бить. Ну, вот так вот работает Нага с иллюзиями и дазл. Кстати, интересный скилл билд Леон выбрал. У него моноберн в один. На девятом вкачал. А до этого у него был просто сам и кекс. 4-3. Не знаю, насколько это эффективный билд. Ну, моноберн в единичку против иллюзий. Ну, на девятом. Нет, на девятом. Ну, можно было бы и раньше. Хотя, пока работает. Пока много экшена создает. Так, снизу Паша пытается загнать Виха в соло. Просто. Так, Паша ошибся. Паша ошибся. Рейдж нажал слишком рано. На развороте Паша вот так вот вылез. И теперь бежать отсюда. Опять-таки тут уже тиммейты подтягиваются. Пытается Виха, конечно, Паше пострелять. Но рядом Рамзес. И надо уходить в другую сторону. Рамзес будет пытаться догонять. Рамзес. Смотрим. Вот ты посмотри, какой жесткий. Рамзес, конечно, на этом герое дает серьезного. Обсуждали мы вчера с ним конкретно морфлинга. И рассказывал Рома, что есть у него определенные проблемы с... Сейчас вот после драки расскажу. Пытаются они его еще со всей командой убить. Много дэмэджа тазл наносит. Маны хватает. Успеет ли улететь? Рамзес улетает на суперлоу хп. Здесь уже Нага подкапывает ее. Рамзес все-таки добивает. Соло пытается отсюда уйти. Так вот, рассказывал вчера мне Рамзес о том, что есть у него проблемы иногда с игрой на морфлинге. Потому что Рома играет на Лего Секис. И, соответственно, с новым скиллом, с новым ультимейтом морфа у тебя просто руки должны летать по клавиатуре. Потому что у разных героев разные кнопки. Если ты какой-то баг, у него же там вообще С, Дже, там ужас, короче, W. Прям очень сложно. Поэтому надо очень много практики для того, чтобы на этом морфе играть. Опять-таки, я только что не понял, почему Рамзес пошел догонять Виху. Так вообще не играют серьезно. Вот и все. Просто какая-то недооценка противника. Хотя я бы не сказал, что она как бы необоснована. Да, да, тут ты прав. Просто по кайфу сидят, ребята чилят. В этом нет ничего плохого. Ну да, 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 имеют право. То есть преимущества есть хорошие. Эрли-гейм был выигран очень легко. Сейчас будет интересный твиш. Подтягивается сюда Кингер-Д. И самое главное, что есть у него ультимейт. Может быть хорошая позиционка. Вот он ультимейт. Все спят. Посмотрим, что будет дальше. Летает здесь Паша. Он не спит. Это самое главное. Надо быстро постараться сбрить хотя бы Соло. Соло очень быстро погибает. Нет, не погибает. Еще линку на него повесили. Он выживает. В итоге проблема у Террорблейда. Его оставляют просто-напросто одного. Террорблейд здесь никуда не уходит. Паша продолжает здесь драться в виде Черного Дракона. Так ему намного веселее. Ну и Ноуа тут цепляется также в Таво. Не доконтроливает птиц немножечко Виха. Это уже минус 2. Рамзес пытается догнать еще и собственно Визажа. Там сжигает еще Дазла. Пытается как-то Дазл жить, но жить ему недолго. И вот мы видим, что Виха тут успеет. Да, успевает Виха сделать тэп-аут. Ну, размен 3 в 1. Роджер где-то погиб. Если честно, не увидел я где он. И еще и Соло погибает. Паша продолжает. Black Dragon Airlines летать. Так веселее. Почему бы и нет? Он летает. Он жжет. Его убить невозможно в этом Драконе. Мне кажется, как бы основная ошибка была ими Треблейда, который отделился от своих тиммейтов. И был очень странный фокус. Ну, то есть ты видел, все почему-то решили убить Леона. Леон нажал свои кнопки. Треблейд вообще через два экрана от Дазла. Нажал Сандер, когда у него был фулл хп. Ну, то есть ошибка на ошибке. Да, но будут ли пытаться еще бразильцы здесь драться? Добивает Рошана. Все-таки под коробой Дихейзен довольно быстро падает. Он появляется Эггис у Ромы. Скоро у него будет уже шотган. Будет намного-намного он больнее делать. Нага побежала вардеюшки ставить. Виха с уровнем более-менее. Тринадцатый левел у него есть. Ну, Нетворс, да. Ты был абсолютно прав, что, в принципе, не столь важен, какой у него Нетворс. Этот герой супер-супер неприятен. Соло. Соло успел захиксить. Пытается убежать. Есть АП от Ноуана. Будет ли гнать Соло. Соло. Есть проблемы у него огромные. Соло живет. Все еще погибает Соло. А Ноуана тоже убьют. А где команда? Да, Ноуана тоже погибает. Тоже убивает. Простите, Рамзес. Рамзес пытается убить ХФНа. Будет ли под сейв? ХФН. Да, есть Грейв. Отлично. И Ворио. Тут же Паша вместе с Роджером запрыгнули. ХФН пытается как-то убежать. Тут без шанса для него. Сандра нет. Да, и Виха тут тоже остается один. Паша должен его вместе с Рамзесом догрызать. Не помогут никакие птички. Ну и тут пошла погоня уже от Роджера за остатками команды. Стан дает по Таву. Уйдут, наверное, Бэйны. Ну, неплохо на самом деле. А что именно? Ну, то, что убили Ноуана. Ну, это ошибка Вова. Который один полетел с Аветлиона, когда было четыре героя. То есть это было супер очевидно, что его убьют. Плюс 600 голды уже хорошо. То есть драка, которая прошла в плюс для Пейнгейминг в этой ситуации. Это прям вообще космический результат, мне кажется. Если бы еще не потеряли Террор Блейда, ну, было бы в два раза круче. А так разменяли свою первую и вторую позицию на Мидера. Сорвали самое главное ему Бенгод Лайк. Теперь, может быть, не так наглеть будет. Так, появляется Худ оф Дефайнс. Появляются первые Некрономиконы у Тава. Знаем мы же так. Рамзес, осторожно. Мана еще немножечко у него хватает. Пытается он убежать. Уворачивается себя от подкопа Леона. Ну и переключается моментально на Соло. Светочка залетает. Но Соло тут, наверное, уже никуда не уходит. Смотрим, смотрим. Дастер. Так, тут же Лайфстиллер рядом. Рамзес. Побед Дастера. Так, стан по всем. Ну, ну. Виха, смотрим. У вас будет Абашечка. Смотрим. Смотрим. Тут же Террор Блейд. Так, стан по двоим. Даже по одному стану все остальные успели просто-напросто отбежать. Роджер едва живой. Роджера добивает здесь. Ну и драка пошла очень серьезно. Ну, Ван очень сильно страдает после Сандера. Ну, Вана тоже убили. У Паши есть проблемы. У Паша юзает ультимейт. Рамзес отлично добивает ХФНа. Ну и Паша остается один. Пашу убили. Рамзес без маны. Рамзеса пытается загнать. Рамзеса поймали. У Рамзеса огромные проблемы. У Рамзеса нет маны. Эту Тим Вайп. Но есть еще одна жизнь у Ромы. Смогут ли его поймать здесь бразильцы. Очень важный момент. Первая птичка села неплохо. Вторая не успевает. Рамзес под минус армором. Огромное количество минус армора. У него минус 25 армора. Сейчас Тим Вайп от Пэйн Гейминг. Все преимущества, которые в Virtus.pro зарабатывали, они теряют. Сейчас стрики отдают. Ужасная драка для ВП. Почему она была ужасной, Ири? Не было фокуса. Кнопки не нажат. И при том, что Пэйн тоже не отличились идеальным прожатием кнопок. Мы видим птица уже второе за место. Одна садится, вторая смотрит на всех остальных. А так не было фокуса. То есть если бы Свардар... Ну, Найк сел в Свардар, они прыгнули, взорвали героя. Как это должно работать-то, да? Ну, тогда и стратегия работает. А когда такие длинные файты, и вас просто сжигает Некра, птицы, иллюзии Тераблейда, то драться тяжело. Вся фишка драфта именно в бурст. То есть прыгнул, взорвал героя. Одному дал фингер, другого Мор взорвал. У него сейчас Эзерил появится, будет тоже взрывать сапов. Вот, а если долго драться, понятное дело, что там куча разных самонов под хил. Ну, то есть тяжело играть. Да, появляется Pipe of Insight, Соло. Могут быть проблемы, да, Соло. Греймчилл, проблемы огромные у Соло. Нормально, Варваса Роджер сам по двоим. Здесь же Тава есть. Подбегает тут же Паша. Все вписываются моментально за Соло. У Вихи огромные проблемы, далеко от тиммейта. Надо бросать Виху. Дастер, надо уходить отсюда. Да, Дастер понимает, что он уже не спасет здесь никого. Ну, и мы видим, что Virtus.pro на этот раз очень быстро вписывается из-за своего компьютера. Да, отреагировали. Ну, по ингейминг, такое ощущение, что просто по инерции, опять же, типа, поверили в себя. Ну, был файт, где один герой бегал-бегал, потом к нему приходили по одному. А здесь, ну, напали на одного, и оказалось пятеро. Ну, параллельно сплит-пуш довольно неплохой от Наги. До Т2 Тавера на верхней линии уже добрались по ингейминге. Тот Т2 Тавер там довольно серьезно страдает. Здесь стоит еще ТР1-вышка. Только сейчас ее Virtus.pro забирают. А мы видим SolarCrest у Lifestealer Radiance 900 голды. Не такой уж и богатый. На Excel Свардара. Свардар летит на Жайн. Там будет нападение сейчас. Так, прыгнул. Свардар. Там пошел уже замес. Смотрим, получится ли кого-то здесь убить. Kingerdad бегает, у нее нет маны. И ХФН просто уходит отсюда. Есть Грейв, слишком рано. Пытается сделать ТП-аут. Отсюда Kingerdad. Сам себе сбивает ТП-аут. Роджера просто убивает на ровном месте. Есть еще одно ТП. Летит сюда Viper. Отменяет ТП. И, наверное, правильно делает Вова. Потому что драка идет на две части. Сейчас она разделилась. И на верхней линии тоже идет замес. Здесь, ну, там, может быть замес. Там стоит Виха. Может кого-то цеплять. Но не решается это сделать Виха. Ему бы сейчас позбивать телепорты. Потому что, может быть, очень-очень интересный момент. Заходит на хайграунд. Прямо сейчас Pain Gaming. Будет Левиха сбивать телепорты. Вот самое, что интересно, Левиха просто там завесил своих птиц. А почему не ТП? Почему не ТП? Что-то ВП. Там нет ТП же у Viper. Он же сбивал ТП. Вот только Рамзес прилетает. Viper здесь не будет. Падают бараки у команды Virtus.pro. Это первый барак. Но не хватит, скорее всего, дэмэджа. Форма все еще есть. Забегает на хайграунд ХФН. Барак проседает очень сильно. Пешком бежит сюда Virtus.pro. Есть Grave. ХФНа подсейвили. ХФН побежал дальше. Есть Song of Siren. И отбегает Pain Gaming. Они выходят вперед у Pain Gaming. Тысяча преимущества. Тысяча преимущества. И нет одного барака у ВП. Соло будет гнать. Там поймали кого-то одного. И быстро убивает Нагу. Но Нага была последней. Нага пыталась спеть, чтобы ушли все. Соло. Погоня. Соло. Погоня. Дальше. Все боятся Алексея. Ну и Дастер тут подследил, пока его тиммейт улетел. Так глупо. Выглядит очень, очень глупо. Особенно, ну, больше всего, ну, наверное, вот этот третий Грейв на героя, который опущен по УХП. Ну, то есть идет только фокус. И сразу вешается Грейв на фуловую Нагу. Ну, то есть. Да. Тут не могу не согласиться. Pain Gaming играют ужасно. Но Virtus.pro играет еще ужаснее. Я не говорю, что плохо. Просто это ужасно. То есть очень много ошибок. Вот, ну и второй команды. Но это первая игра турнира. Это первая игра турнира. Давайте. На новом патче. На новом патче, да. Ну, механика что-то не поменялась. Все равно. Ну. Патче-то новый. Так факт. Выглядит это пока так себе на самом деле. Игра ошибок. Действительно, кто же в этой игре ошибок окажется победителем. Сейчас Virtus.pro, конечно, очень сильно ухудшили свое положение. Очень классный был момент. Для Pain Gaming они моментально сориентировались. Забрали Т2, забрали Т3, забрали барак. Заработали много денег. Ну, и, наверное, очень хорошо, что все-таки No.1 отменил этот телепорт. Если бы No.1 его не отменил, я уверен, что его бы там убили. И потери одним бы бараком, скорее всего, не закончились. Хотя он, наверное, был бы байбэк, но потратил бы он очень-очень много. Ну, Тенсит. Дальше Паша. Пока ему больше в игре нечего делать. Кстати, Virtus.pro зажались сейчас немножечко. Да, поэтому, например, мне непонятно почему. Потому что в Pain Gaming ни разу не делали каких-то там суперкрутых мувов, где один герой, ну, где они бейтят или там кто-то с кем-то стоит. Да нет, они вообще ничего не делают. Они просто, ну, ошибаются или вот фармят лес. Ну, то есть они очень несобранно играют. Сейчас мы видим у нас Infest на XL Свардара. Свардар идет наверх. Наверное, думаешь, что что? Ну, что там, может быть, кто-то есть. Кто-то придет на линию, которая пушится к мега-крипам. Ну, к сильным крипам. Нелогично. Да, не очень логично. Не хотят, по-моему, ВП сейчас никого искать. На самом деле улетает, мы видим, с нижней линии Рамзес. И сейчас будет, скорее всего, Сварданг от ВП. Да, очень похоже на Сварданг, но надо кому-то отпушить эту линию. Ну, вот, наверное, наверное... Вайпер идет отпушивать линию. Видишь, как все очень долго происходит. Ну, за это время, мне кажется, по графикам не видно, но в Пейнгейминг они начинают потихоньку перефармливать жестко. Потому что Найк сидит в Свардаре, Свардар стоит АФК. Вайпер отпушивает сильных крипов, за которых не дают денег. Сейчас у нас Авар фармит лес. Вот. Ну, то есть ничего не происходит. Но при этом Дайер, наверное, качается. Ну да, Дайер, в принципе, тоже. Мы видим, чужой лес хотя бы защищает. Подпушивают нижнюю линию. Для них это важно. На нижней линии Тир-2 Тавра нет. Очень ждут следующего Рошана ребята из Virtus.pro. Но тут проблема в том, что у Пейнгейминг нас замес намного-намного сейчас, по-моему, веселее. Потому что имеется Сонг оф Сайрен. Если два твоих героя подставляются вместе, их нужно хотя бы раз в игре посудить двух птичек. Подвести еще кентавра, и будут проблемы. Блэкингбаром на данный момент никого у Virtus.pro нет. Ты знаешь, прикол в том, что не особо это и хочется. То есть ты видишь, что у тебя против себя Терабейт, Бесмастер, Дазл, ну, тупо Физа и птиточки. Ну что, ты будешь тратить 4 тысячи золота только потому, что ты играешь против птиц? Ну, то есть немного странно. Третьи Некрономиконы появились. С третьими Некрономиконами будет немножечко веселее. Баттерфляй готовит себе понемножечку хэффэнт. Терабейт становится уже страшным. Вот она форма. Тир 2 Тавер. Последний Тир 2 Тавер в игре, пока Бэкдор Протекшн работает. Морф снизу показывается. Морф показался. Посмотрим, будет ли как-то на это реагировать Пейнг. По-моему, Пейнг на цель сейчас одна. Ой, вот это сейчас будет интересно. Смотрим, смотрим. Вижен у Virtus.pro здесь отсутствует. Они не видят, что в лесу, где стоит Виха. Так, напали моментально на вайпера. Тут же контратака шикарная от Слардара. Попытается убить Таву очень быстро. Рамзес забежал далеко. Сбили ему Линкенферу. Паша на развороте. У Паши есть огромные проблемы. Паша на нем висит. Весель погибает. Паша. Ну, Ван пытается загнать Виху. Ну, Ван слишком далеко зашел. Ну, Ван опроклили. Стопит его. Ну, Ван огромные траблы. Ну, Ван выживает. И на развороте вместе с Рамзес он начинает наваливать. Ну, Ван погибает. У него есть байбэк. Это уже минус три. Рамзес дерется один просто против всех. Сейчас Рамзес полетел дальше после байбэка. Добивает он все-таки хэфэна. На Рамзеса вешают урну. Рамзес живой. Все нормально. Отгоняет Виху здесь. Рамзес пытается, пытается убежать. Гоняет там его сатир-тушитель вместе с двумя птичками. Драка просто на три части разделилась. Но сейчас опять в одно место сошлись оба коллектива. Ну, и Пейны решили улететь отсюда. Огромный плюс для них это драка. Знаешь, я хочу сказать, Даззл руинит. Тупо руинит. Ну, окей. Зачем он дает Грейв Наге? Блин, оставь на Терроблейда. Этот герой убьет тебе всю команду вражескую. Ты пойдешь, ты ломаешь хайграунд. Зачем ты тратишь в Нагу Грейв? В итоге откатывается скилл у Морфа. Морф просто взрывает Терроблейда. Ну, нервы. Я очень просто могу это объяснить. Это команда Пейн, явный аутсайдер этого турнира, который приезжает в первом матче на домашнем мажоре для явного фаворита этого турнира. Играет против них. Так, это летит у нас. Огоним визажу, наверное. Огоним визажу. Это неплохо. Очень даже неплохо. Рошан есть. Нет слипа. Нет слипа. Знает это Виртуз Про. Это очень важный момент для них. Смотрим. Забегает Кентавр. Успеет Легендавр дать стан. Нет, не успевает. Забегает даже Кабан. Сетка в Рамзес избегает ему Легендсферу. Бежит Паша тем временем в инфесте. Паша. Паша. Смотрим, что он будет делать. Либо просто будет бегать, выжигать людей. Паша до конца бежит. Пашу просто не остановить. Паша сжигает ХФН. Никак ему здесь не помочь. Ну и за Солычем просто бежит Виха. Ну даже если он убьет Солыча. Да, так оно и есть. Паша сжег двоих. Размен 2 в 2. Но Уан и Соло после байбэка. Целую минуту будет снять таверня. Драка пошла дальше. Втроем набросили. Здесь ландовой Кингерде. Кингерде погибает. Виха остается вместе с Тау против трех героев команды Виртус Про. Рамзес наваливает очень больно. Виха пытается расконтролить. Идет против троих. Одного расконтролит. Теперь надо как-то расконтролить Роджера. Тут же проблема у Рамзеса. Рамзеса тоже убивает Роджера. Остается один. И до конца не смогут дожать Роджера. Потому что он просто делает блинкаут. Из этой драки уходит 4 в 3. Людейший замес на Рошане. И за голову сводился Илья во время этой драки. Что вообще происходит? Байбэк делает Рамзес. Супервеселая драка. У нас намечается. Отбегает отсюда своими суммонами Виха. Очень много суммонов сейчас бегает здесь. И от Тавы, и от Вихи. Выбили еще один байбэк. И надо дефать сейчас Марфу. И они отдают Рошана. Ты понял? Виха просто всю игру усыплял. Бдительность. Чтобы потом посадить 6 птиц. С идеальным таймингом. Это действительно было очень круто. Байбэк Рамзеса уходит в никуда. Рошан, Сыр, Аэгис достается команде Пэнгейминг. А вообще все было бы проще, если бы Терабейт не дал бы Сандер в линку. Да, да. Ну, там должны были сбить немножечко раньше. Видимо, не получилось. Там линка была сбита в самом начале драки, по-моему, сеткой. Ну да, вот тебе и визаж против героев, которые не могут сбить ни пассивку, ни взорвать, ничего. И куча птиц, опять же, на которых нет контроля. Очень классно исполняет Виха под конец этой игры. Да и вообще драка, конечно, была лютейшая. Паша очень много неприятностей приносит со своим Радиансом в крипах, которых не так просто убить. Пэнгейминг продолжает. Пэнгейминг будет накатывать. Это понятно. Там нет байбэков. Там нет байбэков у двух основных героев. Там байбэк, по-моему, есть только у Паши. И то я не уверен на 100%. У Паши есть байбэк. Да, и больше ни у кого из команды Виртус Про. Ну и ВП. Далеко очень, Роджер. Рамзес, спросите. Очень далеко. Сейчас даже непонятно, как драться. Ну, то есть фишка драфта Пэнгейминг, что если они идут в пятером, как кулак, то, что постоянно говорит Леха, то, ну, а что ты сделаешь этим героям? Ну, какая вот сценария драки, где ты выиграешь драку? Сплитбуш, мне кажется, то, что сейчас сделает Рамзес, это самое правильное решение. Надо лететь, потому что Рамзес, скорее всего, снесет одну сторону. Рамзес сейчас выиграют огромное количество времени для своей команды. Пэнгейминг думает, Пэнгейминг очень долго думает, ну и вынуждены они разбегаться. А Т3-то сейчас потеряют. Нет, Рамзес уходит отсюда. ХФН делает телепорт. Решили Пэнгейминг прямо сейчас не заходить. Мне кажется, надо было заходить. Нет, нельзя было. Им 100% надо было дефить линию. Ну, то есть они могут так делать, только если будет линия отпущена. И не будет сплитбуша. Вот им надо сперва отпущать линию. Вот сейчас Бис еще топ-толкнет. Возможно, даже не крайми. И потом они просто пойдут пятером. И ВП будут вынуждены драться 5 на 5 против Эггиса. И там, по идее, еще и сыр где-то есть. Да-да-да, сыр у Битсмастера, по-моему. Я видел у кого-то диск. А, у Даза. Ну все, теперь будет гораздо тяжелее. Если еще Даза в нормальной Грейвке нет. Да, ну что, пока Шрайны уничтожают, отпушивают линию понемножечку Тава на Битсмастере. Виртуз про стоят на своем хэкграунде. Они ничего не могут сделать. Шрайна у них уже нет. Рамзес может только вот так вот выбегать куда-то подальше. У Рамзеса нет телепорта, если я не ошибаюсь. Или мне показалось. Ромка. Не это. Не делай маме нервы. Далеко, конечно, не отходит Рамзес. Но вот по двум линиям подпушили. Нижняя линия тоже, в принципе, отпушена. Но там стоит Т2. Там не засплит пушишь. Да, там стоит Т2. Там не получится. Все. Ну и вот он момент драки. Вот тот момент очень важной драки. Все нужные артефакты, по-моему, имеются. Две жизни у визажа. Птичек поубивать практически невозможно. Есть куча самонов. Есть птица. Есть вижн. БКБ покупает Рамзес. Монтостайл покупает. Тем временем Паша. Пошел дэмэдж по Т3. Есть грейп. Гриф, простите. Рамзес подбегает. Ничего пока не может сделать. Издалека дамажит пейны. Не юзает пока форму ХФН. Дальше отбегает ХФН. Смотрим форма. Так. Ну и что? Будет атака? Или пока боятся? Или перегруппируются сейчас ребята? Ну и заходит на хайграунд. Есть Вейл. Ой-ой-ой. Как больно, как больно. Еще и урдан у него висит. Проблема огромная. Есть БКБ. Рамзес. Хорошо. Живой Рамзес. Он нормально врывается в драку. Рамзес. Очень много дэмэджа. Даттл должен сейчас как-то помогать. Но там есть же все-таки еще одна жизнь. Не забываем. Сандер улетел куда-то в никуда. Проблема у ХФНа будет огромная. Забрали Аегис. Что дальше? Что дальше? А дальше беда. А дальше рассыпается. Рамзес. Великолепный файт. Огромные здесь траблы. Есть Сли. Попытается Виха отсюда как-то уйти. Не смогли. Не смогли, ребята, из Пейнтгейминга реализовать, наверное, лучшую возможность для себя. Ой, далеко. Куда-куда? Там же Виха. Там же Виха. Роджер. Проблемы огромные. Роджер сейчас может умереть просто. Роджер погибает. Драка продолжается. Паша пытается сгрызть здесь Нагу. Нага все-таки жирная. Нага пытается отбежать. Рамзес до конца за Нагой. Проблемы у Кинга РД. Паша один удар. Но сгорит. Сгорит, скорее всего, РД. Смотрим. Монта. Отличная от Паши. РД дальше горит. Будет ли еще хил? Нет, хила не будет. Ну и Рамзес тут просто наваливает по Вихе. Виха остается один. Никто ему сейчас не поможет. Пытается Виха хоть как-то забрать Солнеча и заберется. Солнеча плюнул он в него перед смертью. Но потеряли свой шанс. Потеряли свой шанс сейчас Пейнтгейминг. Опять Сандер непонятно куда. Героя, который был тоже ВХПшный. Да, Сандер ноль демеджа. И на самом деле хочется отметить, что если бы они развернулись вот там на том хайграунде, когда били Нагу, тогда у них было больше шансов что-то сделать. А так, типа, Нага умерла и Заш умер. Ну а зачем вы убегали? Ну против этих героев ты не можешь убежать. Ну сори, Вайпер, Сардар, ты не можешь просто взять и убежать. Надо было разворачиваться и драться. Очень круто. Невероятно круто сыграл в этом файте Рамзес, который влетел в свои формы. Ну как круто. Ему там, это было очень на тоненького. Но имеется в виду, он сделал Сандер там, где надо было сделать, а Терррдлайд не сделал Сандер там, где надо было сделать. Но изначально он превратился в ТБ, подошел давать рефракшн, его застанили и чуть не убили. То есть если бы там хватило немножко урона или кто-то нажал бы какие-то кнопки, то умирает Морф, проигрывается игра. Да, очень-очень классный еще один файт мы посмотрели. Опять не без ошибок, но 32-30 счет внезапно. Первая игра турнира превращается в довольно прикольный фестиваль. Там, кстати, Визаж сейчас 25-й апнет, посмотрим, как это. Уже апнул, по-моему, да. По-моему, у него в драке был 25-й. Это будет 4 птицы с МСом. 4 птицы у Визажа. ВП в первый раз за последних минут, наверное, 10-15 выбираются в атаку, будут пытаться забрать Т2. Пока нет Визажа, очень хочется выбить какой-то байбэк, может быть, с Визажа. Хотя бы Глиф. Ну хоть что-то, но только Тавар. Только Тавар не забирает. И выходит вперед по преимуществу. Морфлинг, Бутерфляй, следующий артефакт нам будут пытаться собрать. Ну вот в прошлой драке, в принципе, все было хорошо. И у Тазла вовремя он все делал, и Бесмастер довольно неплохо все делал, и Нага сон давала тогда, когда надо. Ну можно было раньше, наверное, спасти своего керрия. Но в целом, да. Он, наверное, Нага на это и рассчитывала, что твой керри нажмет хорошо кнопку. Бывает, ничего страшного. БКБ на этот раз будет у Терерблейда в драке. БКБ не только у Морфлинга, но и у ТБ. Ну теперь его хотя бы не взорвет Морф с Леоном. Это важно. Это очень важно. И вопрос в том, что делать пейнш. Дать ли им с линией у Рошана. Отпушивать линии, забрать Рошана, да. Либо подождать, пока какой-то герой подставится и пиковнуть с Бесмастером. Но вот, видишь, мы... Вернее, они решили просто нажать смок. Сейчас линия низ подпушится. Топ, ну, всегда будет пушиться, потому что топа не сломали. Мид, кстати, подпушен очень хорошо. О, да. Сможно хорошо напасть. Но там уже должны быть байбеки. Там уже должны, собственно, быть байбеки сейчас у некоторых героев. 44 секунды не хватает Рамзес. Рамзес. Вайпере есть байбек. Нет, все, просто по низу будет тупо заходить. Но у Бэйнгейминг нет байбеков. То есть они, ну, полу-оуин получается. Так, есть байбек у Ноуана. 33 секунды. Даму запрыгивает на хайграунд. Даму, как агрессивно. И сейчас играет. Проблемы огромные у Вайпера. Его сбривает. У него есть байбек. Пошел замес. Рамзес сбривается просто в самый эпицентр этого замеса. ХФН пытается переключиться куда-то на Солыча. Солыча быстро убили. Есть байбека. Тумана возвращается в траку. Рамзес. Рамзес. Рамзес хорошо. Завязал ультимейт. Рамзес переключается обратно в свою нормальную форму. Уходит отсюда. Прекрасно. Минус два. Байбек от Пейнгейминг. Драка. Неужели продолжит Виртус Про? Застанет сейчас Пашу. У Паши могут быть проблемы. Там очень много станов. Рамзес далековато. Рамзес пытается нанести дэмэдж. Рамзес. Проблемы. Литку сбивает у Рамзеса. Рамзес пытается как-то спрятаться. Здесь все еще выживает. Рамзес там тем временем страдает очень сильно. У нас визаж. Он погибает. Это проблема. Но есть все-таки фамильяры. Фамильяры должны вносить еще побольше импакта. Паша пытается как-то уйти. Сетка на него. Пашу надо забирать. Паша едва живой на хайкраун. Пячеслав. Паша топорами его добили. Минус три. Байбек потратил Роджер. Пытается добить как-то Нуван хотя бы одного. Рамзес тоже здесь. Дазла. Дазла попытались побить. Но в итоге это получился бейбинуван. А после байбека какая проблема сейчас в ВП. Но нет байбека у Вихи. Это наверное самый важный момент в этой драке. Но они сейчас захотели хорошее преимущество. Они сейчас отпушат линии. Зафармят лес. Соберут баунти. И возможно лестницы Рошан. Поэтому в целом все супер круто. Они выбили байбек. Можно было наверное немножко лучше сыграть. Но как бис ворвался. Просто на ВК прыгает. Леша не среагировал. Такого бы никто не ждал. Да. Прикол в том, что он дал рор. А потом нажал БКБ. То есть если бы Леонс реагировал бы. Ну это я считаю ты закинул игру. Потому что ты опять же против этих героев не уходишь. Бист ловит Хекс. Умирает Бист. Свардар гонится дает станы. Герой умирает. Ну и в общем-то все. Да. Не рассчитывали конечно на то, что настолько нагло и агрессивно сыграет Таво. Появляется тем временем Айовскадью Морфлинга. Стал он немножечко жирнее. Это важно. Тут же Смок. Тут тоже очень неожиданно на самом деле. Ой-ой-ой. Ну тут победу. Это конечно Таво. 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 Да ладно. Фантастика. Ну вот это вот конечно сейв сейвов. Вот это конечно очень хорошо. Классный Смок от ВП. Не ждали, не видели этого ребята из Payne Gaming. Да, у Таво есть байбэк. Но это был бы очень хороший фраг. Это уже сказывается определенный фарт. То есть нага могла оказаться в любой точке карты. Она стоит почему-то в миде и разводит иллюзии. Ну везет сильнейшим как говорится. Ну тут как бы сложно сказать сильнейшим. Сложно. Везет тому, кому должно везти. Ну да, везет тому, кто везет, как говорится. Ну посмотрим, посмотрим. Пока Payne Gaming разогнались. У Payne Gaming есть конкретный план на игру. Да, драфт. Рошан через 10 секунд. Драфт дошел до той кондиции, когда он реально может что-то сделать вот этим героям. И им на самом деле гораздо проще выиграть, чем ВП. Вот сейчас в этой ситуации. Ну посмотрим. На Рошане будут ли драться ВП, учитывая, что нет Song of Siren. Рошан появляется. Моментально Виха пытается в Соло его начать бить. Дастер рядом. Нужны какие-то варды для того, чтобы был Вижен. King'er Dead тоже здесь. Пошел ультимейт от Дазла. ВП все понимает. ВП все понимает. Запрыгивает Соло. Соло никого не подкопал. Проблемы огромные. Ну переключается тут же на Соло. Драка начинается без Рошана. Форма заюзана. Тау побежал. Тау далеко ультанул. Тем временем Роджера. Чтобы никого не поставил. Роджер погибает. Ничего не сделал. Паша тоже очень сильно страдает. Очень много суммона. Паша пытается хоть как-то засейвить себя. Он у на проблемы, но он тоже погиб. И Паша проседает. Паша тоже в таверну. ГГВП. 1-0. Пейнгейминг. Я в шоке. Вау. Здоровливись. А по-другому и не скажешь. Да, это...